Привет, друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. С вами врач-хирург Кутепов Денис, первая категория, стаж работы 9 лет. И сегодня я вам расскажу, что же делать, если у вас болит плечо. Погнали! Ну что ж, ко мне довольно часто приходят на приём пациенты с болями в плече. Болезни плеча довольно-таки популярны, встречаются очень часто, не проходит ни одного дня приёма, чтобы не приходили такие пациенты. Самые частые причины боли в плече я подробно изложил в предыдущем видео. Можете посмотреть на моём канале, также ссылка будет в описании к этому ролику. Здесь же я только резюмирую эти три причины, главные, самые встречающиеся на практике. Если у вас не было травмы, то есть конкретной такой причины, которая понятна сразу, то есть вывих или перелом, то вероятнее всего у вас одна из этих трёх причин. Это плечо-лопаточный периартрит, это плексид плечевого сустава, либо артроз, артрозоартрит плечевого сустава. Львиная доля пациентов с болями в плече приходит именно с одним из этих трёх диагнозов, друзья. Что же делать, если болит плечо? Ну, конечно же, в первую очередь нужно поставить диагноз, потому что всё-таки каждое заболевание плеча имеет какую-то специфику в лечении. Но, в принципе, есть и общие стороны, которые подходят для каждого вида патологии. Первый этап диагностики, самый важный и главный, это, конечно же, самодиагностика. Не надо! Я сам! Я сам! И чтобы провести самодиагностику заболевания плечевого сустава, вам просто необходимо посмотреть мой ролик про три главные причины боли в плече. Очень рекомендую, если вы его посмотрите, уже половину диагноза самостоятельно вы себе сможете поставить. И дальше уже определиться, к какому доктору идти. Либо попробовать полечиться самому. Если не пройдёт, тогда уже идти к врачу. Как полечиться самому попробовать, я расскажу далее. Смотрите видео до конца и всё это узнаете. Это интересная, полезная информация. Так вот, как я уже сказал, посмотрев моё видео про причины боли в плече, вы уже 50% поставили диагноз. То есть, вы уже сориентировались, какое у вас одно из этих трёх заболеваний, самых часто встречающихся на практике. Далее, вы уже знаете, будете знать, к какому, собственно, врачу идти. То есть, если у вас плексид, вы идёте к невропатологу. Если же у вас плечо-лопаточный переартрит, вы идёте к хирургу или ортопеду-травматологу. Если же у вас артроза-артрит плечевого сустава, то тут совместно занимаются ортопеды-травматологи совместно с реавматологами уже. В зависимости от причины плечевого вот этого вот артроза-артрита. То есть, что первоначально именно артрит, либо первоначально артроз. И в зависимости от этого уже занимается либо реавматолог, либо ортопед-травматолог. По поводу обследований, какие обследования можно пройти чисто для себя, либо заранее, перед приемом врача, чтобы, так сказать, врач вам сразу смог назначить лечение, а не направлять вас на дополнительные какие-то обследования. Значит, сразу скажу, что обычная обзорная рентгенография, в принципе, очень мало информативна. То есть, рентген плечевого сустава, он вам покажет только какую-то грубую патологию костной ткани. То есть, это либо перелом, либо вывих. Ну, либо, конечно, артроз в выраженной стадии, что уже бывает довольно-таки редко в плечевом суставе, артроз в выраженной такой стадии. Поэтому от обычной рентгенографии, в принципе, толку мало, даже не стоит, в принципе, идти облучаться, там, овчинкой выделки не стоит, как говорится. Что же наиболее информативно и хорошо в этом плане? Здесь самое такое подходящее обследование, метод обследования, это магнитно-резонансная томография, то есть МРТ. Оно уже покажет не только грубую патологию, а уже может показать, где происходит воспаление конкретно, то есть, в каких связках, может быть, в суставной сумке, может быть, утолщение капсулы, там, в зависимости от, конечно же, от мощности аппарата и от квалифицированности врача лучевой диагностики. Так что, в плане плечевого сустава, конечно же, я рекомендую вам МРТ. Но тут тоже есть один нюанс в плане МРТ. Если у вас боль в плече вызвана плекситом, который, в свою очередь, вызван остеохондрозом шейного отдела позвоночника, то МРТ плечевого сустава вам не даст ничего. Если вы диагностировали у себя плексит именно, про все симптомы, которые я рассказал в предыдущем видео, значит, вам нужно пройти МРТ уже не плечевого сустава, а именно, конечно же, как вы догадались, шейного отдела позвоночника. Там вы можете уже выявить остеохондроз, протрузии, межпозвонковые грыжи, которые как раз-таки сдавливают нервный корешок, который идет и образует плечевой сустав. И, кстати, вот поэтому тоже желательно обладать какими-то знаниями первичными, чтобы правильно провести самодиагностику на начальном этапе. Даже исходя из финансового положения, с финансовой точки зрения, МРТ, в общем-то, не очень дешевый метод обследования, то есть это 4-5 тысяч стоит, и просто так пройти МРТ плечевого сустава, в то время как у вас остеохондроз шейного отдела позвоночника, либо наоборот, ну это такое себе, как бы деньгами сорить не каждому хочется. Ну а теперь для тех, кто предпочитает вначале полечиться самостоятельно, без похода к врачу попробовать вылечить свою боль. А таких, как показывает практика, довольно-таки много. Но это тоже нужно делать правильно. Не во всех ситуациях это делать можно, а когда можно, это тоже нужно делать правильно, и тоже нужны какие-то знания. Что общего может быть из лечения во всей этой группе заболеваний плечевого сустава? Значит, общее это, пожалуй, приём нестероидных противовоспалительных препаратов. Это раз. Из нестероидных противовоспалительных препаратов я обычно рекомендую в начале коротким курсом немесил в порошках. Это он довольно-таки мощный в плане противовоспалительного эффекта. Пьётся он по одному порошку 2-3 раза в день после еды. Разводится в полстакана, в стакане воды и пьётся. Так вот, он довольно-таки мощный в плане противовоспалительного действия, но при длительном применении он может вызывать различные осложнения со стороны желудка. То есть это гастриты и в редких случаях при особо длительном приёме язвы. Поэтому его только коротким курсом. Обычно я назначаю 3-5 дней. Дальше я рекомендую переходить на нестероидный противовоспалительный в таблетках последнего поколения. Это такие препараты, как Риксия, Аркоксия, Целебрекс, ну и разные другие из группы Коксибов. Так называется она. Чем они хороши? Тем, что они принимаются, во-первых, один раз в день. Во-вторых, они практически не действуют на желудочно-кишечный тракт. И поэтому это третий плюс. Их можно принимать длительное время, вплоть до целого месяца. А если в течение целого месяца у вас, вы будете снимать воспаление, это очень хорошо. Так вот, нестероидные противовоспалительные, они назначаются, в принципе, при всех заболеваниях плечевого сустава. Будь то плексид, будь то плечо-лопачный периартрит, будь то артрозоартрит. В любом случае, по-любому вам доктор всегда назначит нестероидные противовоспалительные препараты. Поэтому, в принципе, можете, если у вас нет времени или желания сразу идти к врачу, можете попробовать самостоятельно полечиться ими в течение недельки, двух, ну, можете даже трех. Дальше, мази. Что касается мази, здесь вопрос такой спорный. Мази вообще малоэффективны на самом деле. Противовоспалительные мази очень малоэффективны. Зачем они нужны? Не пойму. Лучше пить таблетки, которые напрямую с кровотоком все вещества противовоспалительные достигнут вашего сустава. Мази же очень маловероятно, что они всосутся и проникнут именно до очага воспаления. Если этот очаг воспаления находится где-то поверхностно, то есть, прям поверхностно какая-то связочка, может быть, от противовоспалительных мазей какой-то эффект небольшой будет. Ну, опять же, ну, такое себе зачем, когда есть действующие, эффективные, хорошие противовоспалительные препараты в таблетках. Согревающие мази иногда могут помочь тоже, но при остром воспалении, например, при остром артрите, согревающие мази, наоборот, нельзя. А охлаждающие мази только такую отвлекающую терапию оказывают. Никакого, собственно, лечебного действия, чисто отвлекают и снимают боль саму, но не лечат болезнь. Поэтому мазями я не рекомендую особо увлекаться, заниматься это ни к чему. Что важно еще, кроме медикаментов, это соблюдение покоя, иммобилизация, так называемая, то есть, ограничение, искусственное ограничение движения. Больному органу, любому больному органу всегда нужен покой. В случае острого воспаления, какое бы оно ни было, в суставе оно, в сухожилиях, в связках, либо в плечевом нервно сплетении, неважно. Вне зависимости от патологии, любому больному органу нужен покой. Поэтому ограничиваем тяжелую физическую нагрузку, ограничиваем по возможности движение в суставе. Если у вас не физическая работа, можете какую-то косыночку повесить. Да, это, конечно, неудобно, но по возможностям. Ну, из неспецифического лечения, характерного и назначаемого при всех патологиях плечевого сустава, пожалуй, все. Вот так вы можете полечиться самостоятельно. Сколько лечиться самостоятельно? Ну, по крайней мере, до месяца. Не если у вас, а лучше до трех недель. Если после трех недель, после месяца самостоятельного лечения у вас продолжается боль в суставе плечевом, обязательно, друзья, не запускайте, идите к врачу. Последствия запущенных случаев могут быть очень плачевными. Я об этом уже говорил. Это синдром замороженного плеча, это инвалидизирующие состояния, которые просто вас приведут к тому, могут привести к тому, что плечо потеряет свою подвижность навсегда. И его вылечить уже будет практически невозможно. Поэтому сильно запускать не надо. Две-три недельки, пожалуйста, до месяца, даже максимум, можете полечиться, как я вам сказал. Но дальше всё. Если вдруг не помогло, обязательно к врачу. Более подробное лечение конкретно каждого заболевания, каждой патологии, я обязательно разберу, сниму видео на эту тему. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока!